Всем привет. В данный момент я нахожусь в городе Бременхафене. Это порт города Бремен. За моей спиной находится музей кораблей, военных кораблей. Сзади вот одна из лодок военных 45 года выпуска. В январе ее спустили. Вот сейчас мы ее пойдем изнутри заснимем. В 45-м его спустили в январе. Он боевых действий не принимал. Насколько я знаю, в конце войны много лодок затопили и она не исключение. 12 лет она пролежала на дне, потом ее достали и годов до 80-х она служила в бундесвере, пока не столкнулась с одним кораблем. Корабль, кажется, был эсминец. Ну а здесь потом, с этих лет, когда стали отремонтировать, стал музей. Кстати, на тот момент технологично она была очень продвинута. Мы уже были здесь в 2017 году. Теща ко мне в гости прилетала и мы сюда ее водили. Ее 70 лет на тот момент было. Она немного боялась, но все равно прошла этот путь. И вот сейчас мы пройдем за седом еще раз. Сейчас пойдем вовнутрь. Корпус имеет два корпуса. Основной и внешний. Так, заходим вовнутрь стального зверя. Корпус. Основной корпус сантиметра два. И наружный корпус. Так, нахожусь в носовой части. Вот четыре торпеда, которые я наблюдаю. Вот они вставляют. Вот такие дела. Это вот, когда нужно было выйти наружу, я так понимаю, они выходили через эти торпедные аппараты, получается. Жутковато. Вот так сюда в скафандре залезть и попробую вылезть туда. Да, моряки, наверное, смелые люди. Должны быть смелыми. Ну, вот он, этот инженер Чайского лодка, названный Вильгельм Баур. Когда они выходили в поход, вот этот торпедный отсек, получается, он весь был полностью забит торпедами. Вот он, торпедный двигатель. Как торпеда состоит механизм. Ну, а здесь уже взрывчатка была, тротил. Вот такие вот дела. Ну, вот так лодки строили. А вот они в разрезе лодки. 11 метров в рубке, ну, с рубки глубина, ну, высота лодки. 76 метров длина. Из торпедного отсека мы пошли в следующий отсек. Так, вот чья-то каютка. Но не капитана. Все так зажато, да? Так, идем дальше. О, вот он, гальон. Офицер вместе. Офицеры здесь селили. Здесь, я так понимаю, спали уже матросы. Да, реально все зажато, да? Ныне с ней лодки, наверное, побольше места. Четыре человека. Шкафчик. Вот ее данные. Или подобные лодки. Все два человека. 67 длина. 62 высота. Пятый отсек. Ну, это моторное отделение. Вот такие вот дизеля. Короче, кругом одни трубы. И в этом же разбираться надо. Угу. Вон какая-то дверка была. Так, это у нас руль получается. Рулевое. Два руля получается. Вот такая бронированная дверка была. Так, ну, все, пара отсеков и все. Двенадцать лет она лежала под водой. Достали ее. Еще и служила во флоте германском. Так, это у нас, наверное, уже последний. Предпоследний. Да, это вот девятый отсек. Ой, не упасть потом. Ага, вот он у нас спасательный. Наверное, восьмой или девятый отсек. Спасательный выход. Это рули. Да. Тут стоять во весь рост нельзя. Может они здесь не находились? Да. Ну, в общем, вот такая прогулка по историческому судну времен. Второй мировой. А сколько таких затоплено в морях лежат. Ну, все, идем на выход. Прорезали, сделали вход-выход. Вот он. Сюда, чтобы погружаться, заполняли водой и она уходила на дно. А чтобы подняться, выдували. Ну, все. Мы на выходе. Кстати, вход стоит взрослому 3,50 на эту лодочку. Сейчас мы еще хотим заехать тоже в районе Бремена. Убот. Нет, не Убот, а бункер Валентин. Тоже связан с подводными лодками. Возможно, он открыт. Там целое бомбоубежище такое для лодок. Вот вид сверху. Здесь еще много других кораблей. Гражданские. Сейчас это уже все история. Валентин. 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 Валентин.